В этот день, 6 мая 1856 года, родился Зигмунд Фрейд, австрийский врач, великий ученый, основатель психоанализа. Наверное, вы все слышали это мудреное слово. Психоанализ перевернул все представление о человеке, которое существовало до него. Ибо Фрейд впервые заявил, что поведением управляют не правила приличия, не идеи и идеалы, а инстинкты. В основе всех наших действий по Фрейду лежат тайные желания, комплексы и неврозы. Узнать о них можно, проанализировав свои сны. До Фрейда общепринятым понятием было поведение человека, основанное на разуме и смысле. Фрейд объяснил, что каждый втайне мечтает о чем-нибудь запретном. И все эти бездны кроются в нашем подсознании. И что не сознание, а подсознание управляет поведением человека. Отсюда часто необъяснимые иррациональные поступки. Фрейд повлиял на огромное количество талантливых, просто гениальных художников-философов. На Пруста, на Джойса, Сартра, Пикассо. Интересно, что самым любимым писателем Фрейда был Достоевский. И не исключено, что все свои научные теории он вывел из литературы Достоевского. Потому что такие характеры, как князь Мышкин, Раскольников, Карамазов Иван, это характеры абсолютно из пациентов Фрейда. Фрейд сам по себе мог представлять из себя интересный экземпляр для изучения психоанализа. Он женился очень поздно, был девственником, в 30 лет женился. Жену в конце жизни разлюбил и влюбился в ее сестру. А потом у него еще был роман со знаменитой роковой женщиной, которую звали Лу Саломе. Она была подругой Фрейда, знаменитого немецкого поэта Рильке и великого философа Ницше. После революции в России напечатили почти всего Фрейда. Но очень скоро запретили. А в Германии не только запретили, но и сжигать стали на площадях. И когда Фрейд об этом узнал, он обрадовался и сказал, какой прогресс. В средние века сожгли бы меня, а сейчас сжигают только мои книги. Когда нацисты ворвались в Вену, Фрейд был тяжело болен. У него был рак. Вся семья давно уже эмигрировала в Лондон, остался только вот он и дочь. Фрейд понял, что надо уезжать. Ему было сложно уезжать, потому что его не хотели выпускать. За него хлопотали американцы, англичане. За него хлопотал даже известный человек Бенита Муссолини. Лично звонил по этому поводу Гитлеру. Интересно, что когда его пускали, гестапо попросило подписать бумагу, что с ним обращались хорошо. И он по этому поводу сказал, нельзя ли добавить, что я могу каждому сердечно рекомендовать гестапо. Но все-таки его выпустили. В Лондоне ему стало совсем плохо. И он попросил своего врача и товарища помочь ему совершить самоубийство и дать ему смертельную дозу морфия. О Фрейде мы сегодня вспоминаем постоянно. Как только мы говорим о подсознании, это Фрейд. Мы говорим о слабоассоциациях, это тоже Фрейд. Наши сны, наши комплексы, наши подавленные инстинкты, это все относится к теории психоанализа Фрейда. Вообще фрейдизм сочетает научную теорию с мифологией, даже с поэзией. Но это не мешает врачам, психоаналитикам лечить, а художникам открывать новые горизонты в понимании человека. Ведь не одной только наукой жив человек, ему нужна еще и мифология. Нельзя без поэзии понять иррациональность многих наших поступков. Так что Фрейд будет всегда с нами. Продолжение следует...